Привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторчик. Сегодня хочу внести некую ясность о винтовых клеммах, о винтовых токовыводах аккумулятора. Перед вами два типа. Это обычные автомобильные, то есть где идет полностью свинцовый вывод, и где площадь контакта, она вот этой и является. То есть надевается клемма, или называют, что там бывает, токосъемный хомут, и, собственно, контактирующая поверхность у нее именно вот это, вот этот столбик весь. Что нельзя сказать о винтовой клемме? Здесь контактирующая поверхность это основание, то есть вот эта вот пипка. Это обратить надо внимание, то есть вообще у кого идут винтовые, это идут на некоторых американских автомобилях, в частности на некоторых хайлендерах, это ставится на катера, бывает, что у них винтовые, и еще много-много куда. Так вот, там подключается не клемма, там подключается вот такого рода, в частности, наконечник. Он у нас одевается до конца, и закручивается все это дело гайкой, и желательно поставить гравер, чтобы гайка не раскручивалась в процессе трясок, вибраций и так далее. И здесь контактирующей поверхностью является вот это, опять повторюсь, основание, и вот, собственно, основание, плоскость наконечника. И у некоторых бывает такая проблема, то есть засоряется, загрязняется вот это, и они чистят болт, чистят там еще что-то, но не чистят вот это основание. Запомните, обязательно очищать основание и очищать плоскость наконечника, это важно. Далее, то есть при зарядке, при зарядке нежелательно подключать крокодильчики именно к болтам, потому что болты имеют вот в своем роде вот здесь вот не очень хороший контакт с основанием, и поэтому вот здесь может идти перегрев, вот в этом месте вот может идти перегрев, поэтому желательно надевать прямо на основание каким-то образом. Вот, либо использовать специальные, то есть наконечники вот такого рода, что подключили к зарядному устройству и закрутили плотненько хорошо гайкой. Обязательно проверяйте затяжку гайки, чтобы было плотное-плотное вот здесь вот крепление к этому основанию. Ну а так, собственно, это единственное основное принципиальное отличие. Вообще, то есть у них изначально все сделано внутри, вот в частности вот у этой батареи, если сравнивать с обычным рокетом, все сделано абсолютно аналогично, вот здесь сделан вывод, просто здесь сделана дополнительная свинцовая шайба, и, собственно, идет вот такой вот винт. Просто об этом знайте, помните, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, не понравилось, естественно, дизлайк, обязательно напишите комментарий, предлагайте темы для новых видео, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, всем пока!